Их вес измеряют граммами, а размер сердца чуть меньше куриного яйца. Некоторые из них погибают в первой неделе жизни. По данным статистики, в структуре причин младенческой смертности в России врожденные пороки сердца составляют около 10%. А тех, кому суждено жить в ближайшие полчаса, меня зовут Инна Сыпанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы говорим о врожденных поруках сердца у детей. Готовьте свои телефоны. Сейчас расскажу, кто дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. Сегодня у нас в студии Сергей Шорохов, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоариматологии Самарского областного клинического кардиодиспансера, сердечно-сосудистый хирург, профессор кафедры факультативной педиатрии САМГМУ, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по детской сердечно-сосудистой хирургии, доктор медицинских наук. Наверное, на этом восстановимся, да, Сергей Евгеньевич? Добрый вечер. Приветствую вас в этой студии. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Можете задавать свои вопросы. Сегодня есть уникальная возможность получить ответы от доктора. И так, наверное, прежде всего стоит понять, если это возможно для нас, не медиков, что такое врожденный порог сердца. Ну, врожденный порог сердца, давайте терминологию сейчас сразу упростим. Это звучит достаточно сложно, но на самом деле это нарушение строения сердца, анатомии. На самых ранних стадиях закладки сердца ребенка, когда ребенок находится еще у мамы, третья, пятая, шестая, восьмая неделя, я не знаю, или природа, или творец, ломает некий механизм образования, правильное строение сердца, и возникает вот такая вот ситуация с врожденным пороком сердца. Причины этого до конца непонятны. Их очень много, но одной какой-то генеральной, как говорится, причины нет. И хочу сказать, что уже на таких ранних стадиях сформированный вот этот врожденный порог сердца, до самого рождения ребенка он не изменится. Это я сразу хочу вопрос предупредить, когда говорят родителям, может быть, что-то... Нельзя ли прооперировать внутриутробно? Нет, нет, нет. А может быть, что-то изменится к родам, они надеются, что ребенок родится здоровым. Тогда что-то поставили в диагноз, а вдруг что-то изменится. Ну, к сожалению, практически никогда ничего уже не меняется. Вот такая вот ситуация. Ну, лучше, наверное, надеяться, да, чем не надеяться ни на что. Ну, в общем-то, да, это ведь вопрос очень сложный, ведь врожденных пороков сердца существует очень... Я не забегаю вперед, я могу рассказать некие свои... Мы как раз об этом говорим. То есть их... Очень много. Сколько-то видов, да? Больше 4 тысяч видов врожденных пороков сердца в самых разных комбинациях. Но хочется сразу сказать, что врожденный порок сердца, диагноз, это не приговор. Поскольку 80 примерно процентов пороков можно излечить радикально. Что это значит? Это значит, что прооперированный ребенок будет жить хорошей, нормальной жизнью. 2-3 процента пороков есть, те, которые, к сожалению, в современной кардиохирургии, ни мировая, ни наша отечественная, излечить не можно. Но их, видите, к счастью, совсем немного. Вот. Вы сказали, их очень много, ну а вот все-таки сколько? Бесчисленное множество. Больше 4 тысяч видов пороков. Да, в самых разных комбинациях. В этом-то и вся проблема. Это и обуславливает вот такой индивидуальный подход в каждом случае. И раньше, когда только эта специальность закладывалась, мы были бессильны, поскольку мы имели дело уже с родившимся ребенком. И вот родился ребенок, вот и думайте, что с ним делать. Сейчас появилась потихонечку, появилась возможность определять порок до рождения ребенка. При натальной, так называемой, диагностика. Диагноз порока можно поставить, начиная с 16-18 недели. Это сложно очень достаточно, но, как говорится, надо заподозрить. И к 20-22 неделям развития ребенка во время беременности уже в опытных руках, подчеркиваю, это очень большая проблема, внутриутробная диагностика. Таких специалистов, к сожалению, не очень много. Есть такая проблема у нас, но с каждым годом все-таки эта ситуация меняется. И мы тогда уже предполагаем, какой порог будет у ребенка. Вопрос. Что же нам делать? Мы знаем, какой порог. Мы должны поставить родителей в известность. Родители не все готовы к тому, что родится ребенок, у которого, может быть, мы не сумеем вылечить радикально. О чем я говорил, вот в эти 20 процентов, ему потребуется еще одна операция, потом еще одна операция. Качество жизни, может быть, продолжительность жизни. Вот все это должны знать родители. И все это вы определяете уже на внутриутробном периоде? Да, это очень важная задача, поскольку ведь надо дать выбор родителям. Не все родители готовы к тому, что у них родится ребенок, которому потребуется 5-6 операций, а он, может быть, проживет не больше 20 лет. Это очень сложные социальные проблемы. Вот это мы все должны честно рассказать. Если родители готовы к этому, а это их решение, понимаете, есть такой алгоритм оказания помощи. В нем указано, что никто не может родителей принудить либо прервать беременность, либо продолжить. Даже президент России не может сказать, вам надо прервать беременность. Они решили, ребенок будет сложный, тяжелый, много операций. Но если они решили, мы не можем им это запретить, понимаете? Вот в чем проблема. Но мы должны честно их информировать. Как проблема, слава богу, что вы не можете это запретить. Ну, это правильно, но вы понимаете, тут есть еще другая проблема. Ведь не все родители готовы. Эти детки, которые имеют очень сложные варианты пороков. Не все понимают на самом деле, что предстоит. Конечно, чем они столкнутся. Ведь этот ребенок может сразу родиться. У нас потребует сразу вмешательства. Кстати, я хочу сразу остановиться на том, что у нас в области существует алгоритм оказания помощи таким деткам. Если родители знают, что у них ребенок будет с пороком сердца, мы знаем. И они согласны родить такого ребенка. Он должен родиться очень близко к кардиологическому диспансеру. Потому что вопрос транспортировки такого ребенка, который рождается и сразу требует помощи. Он может просто не доехать до нас, если он родится где-нибудь в Сызрани. Сергей Евгеньевич, я правильно поняла, что нужно прям мгновенно родился и сразу же на операционный стол? Нет, нет, нет. Такие случаи очень редкие, но он требует интенсивной терапии. Роль реанимации в этой ситуации очень большая, но он требует больших усилий по поддержанию состояния. Ну, я немножко, может быть, преувеличиваю по поводу транспортировки. Все-таки не всегда ставятся такие диагнозы внутриутробно. И детки рождаются в других роддомах. У нас, кстати, есть и приезжие детки из Ульянской, из Саратской области, из Оренбургской, которые могут родиться там. Их доставляют, транспортируют. Слава богу, реаниматологи детские сейчас, в общем-то, достаточно профессионально подготовлены. И мы тоже приложили к этому руку. И таких деток нам доставляют. Но это большие проблемы, поэтому мы стараемся концентрировать таких деток рядом с собой. Ну вот у нас как это налажено в Самаре? Где, получается, дети рождаются? Они рождаются в нашем роддоме. В каждом диспансере уникальное вообще учреждение. В России практически нет таких больниц, где есть и клиника, которая оперирует, лечит детей, и роддом. Никуда везти не надо, получается? Никуда везти не надо. Он рождается, он поступает в роддом на роды. Нас информирует акушер-гинекологи, что есть ребенок, есть мама, у которой ребенок имеет порог. У нас есть пренатальный консилиум, который мы проводим в 24-25 недель, на котором определяем все показания. И мы знаем, что такой ребенок родится. Если он требует помощи, он через 10 минут после родов уже попадает в детскую реанимацию. В добрые, но надежные руки наших специалистов. Я напомню тем, кто только что подключился к нам, может быть, и поздал в начало программы. Сегодня мы говорим о врожденном поруке сердца у детей. И в нашей студии Сергей Шорох, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиодиспансера. Сердечно-сосудистый хирург. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. К нам в студию можно позвонить, если у вас есть вопросы. А вот все-таки от чего зависит, как быстро потребуется операция? Сколько времени нужны будут реанимационные действия? Либо ребенка сразу выпишут домой, а через какое-то время потребуется операция? Ох, какой сложный вопрос задаете. Да, я думала, вы сейчас сразу мне скажете... Очень профессионально подготовленный вопрос. Очень разные пороки. Очень разные пороки. И иногда у нас есть время до выполнения операции сутки-двое. А иногда мы знаем, что этот ребенок потребует операции, но он достаточно хорошо развивается, и он придет нам на операцию в возрасте 2-3-4 месяцев. Сколько максимально этот срок может быть каким? Вы знаете, есть пороки, ведь наше отделение, оно вот называется детское отделение. Но на самом деле мы в течение уже примерно 6-8 лет в целом, в общем, мы называемся отделением хирургии пороков сердца любого возраста. И взрослый ведь тоже болеет врожденным пороками. То есть есть пороки, при которых вы правильно задали вопрос, его не надо сейчас оперировать, он достаточно стабильный ребенок, он развивается хорошо, футбол играет, порок есть. Но он не влияет очень сильно на развитие ребенка и на его сердечную работу сердца. И такая операция иногда требуется девочкам, которые выходят замуж, хотят родить ребенка, им говорят, а у вас порок, надо что-то делать, мы тогда можем ребенка, женщину прооперировать, и она потом будет рожать. Такие случаи у нас есть. Они тоже рожают своих деток в нашем диспансере. Рожать пороком нельзя? Не со всеми пороками. Есть строгие показания. Иногда можно, но бывает, что и нет. Тогда приходится их лечить. Могу сказать, что самая возрастная пациентка, оперированная нами, ей 63 года, с врожденным пороком сердца. Самый маленький? Самый маленький возраст? Один день? Сутки, да. Недоношные детки, 35-36 недель, весом 1,8 кг, 1,9 кг. Мы их тоже оперируем. А бывает и меньше килограмма мы оперируем. Самые разные пороки. Трудно представить. Это живот фактически в двух ладонях может уместиться ребенок. Ну, так-то да, но на самом деле мы оперируем не руками. Как же у вас с такими большими руками? Мы оперируем инструментами. Это раз. Второй у нас оптика увеличительная. 4-5, 4-5-кратная. Так что достаточно хорошо видно. И коллектив профессиональный. Методики отработаны. Мы это не придумали сами. Это мировая кардиохирургия. И мы благодаря поддержке нашей администрации еще Константин Алексеевич Титов программу такую внедрил. Слава Богу, дай Бог ему здоровья. Вот и наш админздрав приложил руку. Мы сотрудничали с различными центрами России. Институтом Бакулево. Центральным нашим институтом. Ну и американские хирурги нам тоже помогли. Они приезжали к нам с помощью. Так что мы целую комплексную программу затеяли. Я думаю, что не зря наш центр, в общем-то, я не хочу хвалиться ни в коем случае. Я не один. Это команда работает. Ну почему не хвалиться, если это факт? Ну у нас есть авторитет. К нам приезжают люди из других регионов на операции. Ну а ведь вот еще, наверное, 10-15 лет назад такие пациенты считались безнадежными и неоперабельными. Ну мы работаем на таком уровне уже с 2003 года. То есть это почти 20 лет. 20 лет. До 80-х годов, да. Когда мы начинали вспомнить, конечно, сложно. Мои молодые хирурги лучше про это не знать, как мы работали. Но работали все равно. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Простите, а есть ли у вас очередь на операцию? Да, спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Очереди у нас на операцию нет. У нас есть так называемый лист ожидания, который... Ну это разве не одно и то же? Нет, не одно и то же. Ни в коем случае. Мы знаем, что этот ребенок, которому 3 месяца, он будет оперирован. Но сейчас оперировать его рано, он будет оперировать 6 месяцев. Он заносится сегодня, допустим, у нас сегодня май, он на июне уже записан. Мы их вызываем, отслеживаем. У нас есть четкий регистр, у нас есть служба, которая этим занимается. Нам выделяется достаточное количество квот областных, вот, и нам хватает. Мы оказываем помощь всем детям, в общем-то, я не хочу сказать опять, что ситуация не идеальная. Есть детки, которых мы где-то недосматриваем. Есть дети, которые без нашего вмешательства уезжают в другие регионы оперироваться. Это наша недоработка, мы с этим работаем. Потому что я говорю, все дети наши, мы должны их прооперировать. Но это воля родителей. Если они хотят поехать в любой центр, их достаточно много в Российской Федерации, и там у них родственники живут, допустим, в Санкт-Петербурге, никаких проблем. Это их выбор, они имеют право поехать. Это исключительно их выбор? Или все-таки есть какие-то очень сложные поруки, к которым вы не оперируете? Ну, есть определенные поруки. У нас все равно стереотип такой, что лучше поехать оперироваться. Вот так, к сожалению, он так сложился, да. И я когда вижу сбор денег на операцию в Германии, пороки, которые мы оперируем, и не только мы, а я знаю многих, практически всех детских кардиохирургов Российской Федерации, я знаю, что у нас блестящие клиники в Санкт-Петербурге, в Москве в институте Бакалю, в Томске отличная клиника, в Новосибирске отличная клиника. Они делают это на потоке, родители едут в Германию. Мне бывает не совсем понятно, но это опять выбор родителей. Не совсем понятно, вы деликатно сказали, обидно же. Ну, какая здесь обида? Надо пользу ребенку принести. Нет, нам своей работы хватает, никаких проблем. Я ко мне приходит, можно мы поедем? Можно. А вот мы туда, туда, пожалуйста. Если что-то не так случится, я себе не прощу. Почему я отказал? Поэтому ради бога. Так что очереди у нас нет, и мы оперируем достаточно много. Сергей Евгеньевич, я вам сейчас дам выдохнуть немножко. Давайте мы вместе с нашими зрителями узнаем, что произошло в медицине региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. В больнице Пирогова провели сложнейшую операцию. Пациентка с обширным поражением позвоночника не могла ходить, страдала болями в спине, коленях и ногах. Нейрохирурги сделали декомпрессию позвоночного канала с установкой динамической конструкции, которая в будущем поможет в активной жизни. Мультидисциплинарная бригада врачей провела прием жителей в Кошкинской районной больнице. Пациентов, которым требовалась помощь узких специалистов, приняли кардиолог, невролог, эндокринолог и офтальмолог. Всего на приеме побывало 77 человек. В Самарской области работают уже 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Каждый обслуживает определенную территорию. Теперь из поликлиник, входящих в их зону обслуживания, туда направляют пациентов для проведения необходимого обследования на самом современном оборудовании. Самарская область развивает систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, которые не могут самостоятельно посещать поликлинику. Региону выделено почти 14 миллионов рублей для привлечения к этому уходу частных клиник. Особенно важен проект для людей, проживающих в сельской местности. Прививку от коронавируса в регионе можно сделать даже ночью. Областной Минздрав опубликовал информацию о круглосуточных прививочных пунктах. Таких пунктов на сегодняшний день шесть. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Сергей Шорохов, врач, сердечно-сосудистый хирург. Телефон 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире, а говорим сегодня о врожденном пороке сердца у детей. Сергей Евгеньевич, я пыталась погрузиться в эту тему и прочитала, что у почти 90% ваших потенциальных пациентов, кроме врожденного порока сердца, еще существуют проблемы с какими-то другими внутренними органами. Так ли это и насколько сильно это осложняет вашу работу? Да, это, к сожалению, очень большая проблема. Я хочу сказать, что не так радужно, конечно, выглядит, как я, может быть, рассказал ситуацию. Конечно, мы спасаем не всех деток. Конечно, мы теряем, бывает, деток. Это неизбежно. Это происходит во всех клиниках мира по самым разным причинам. Вот одна из этих причин – это вот сопутствующие врожденные, это называется множественные врожденные пороки развития. Когда не такая сложная ситуация с нашим, допустим, с нашей проблемой, с пороком сердца, а сопутствующие патологии легких, печени, головного мозга. Рождается ребенок, у которого порок сердца, который можно оперировать, ну, не экстренно, ну, в течение, допустим, 5-6 дней, а у ребенка к разлиянию в головной мозг, и мы не можем его оперировать, он наши операции не перенесет. Вот мы вынуждены отложить свою операцию, а изменения в сердце нарастают. И вот это как снежный кон. Нам приходится изыскивать какие-то пути отсрочки операции и поддержание его жизнедеятельности. Не всегда это кончается хорошо. Вот, и поэтому это одна из основных причин потери наших среди маленьких деток. К сожалению, так. Ну, вот вы уже заговорили о потерях. Это не медицинская тема, а психологическая. Я спрошу, потому что это очень важно, особенно в условиях сегодняшнего недоброго такого времени. Вот если ребенок погибает от онкологии, то все понимают, что да, такова судьба, здесь уже ничего сделать невозможно было. Если ребенок погибает на операционном столе, вот в кардиохирургии, например, наверное, здесь больше бывает каких-то непониманий, конфликтов. Как вы их решаете и как вообще все это? Да, это общемедицинская проблема. Понимаете, когда человек приезжает на скорую помощь в тяжелейшем состоянии и с ним что-то происходит, и понятно, что он был на грани жизни и смерти, и его не спасают. Да, можно объяснить, родственники чаще всего это понимают, но дети – это самая тяжелая категория, и одна из основных задач наша стоит убеждение родителей в том, что мы сделали все, что могли, что мы не отходили от ребенка. Ну, во-первых, это начинается с пренатального консилиума, на котором мы рассказываем, что такие-то шансы на жизнь. Вы готовы? Вам придется пройти через это. Вы можете потерять ребенка, ему будет одна операция, вторая. Вы готовы к этому? Они уже тогда начинают что-то понимать. Они читают книжки, я очень приветствую, когда они читают интернет, гугл и так далее. Ради бога, там много шелухи, но задача наша – все это убрать в сторону и все сфокусировать на той проблеме. Вот, но мы, имея дело с такими тяжелыми проблемами, сопутствующей патологией, у нас очень профессиональная реанимация, которая обучена работать не только с кардиохирургическими пациентами. У нас, скажем так, специалисты многопрофильные. Они и неонатологи, они и таракальные специалисты, и самых разных дисциплин. И достаточно много пациентов мы спасаем там, где, казалось бы, ну, не должен выжить этот ребенок. Они его спасают. Я благодарен своим коллегам, нашему отделению реанимации. Но, тем не менее, конечно, самая страшная проблема – это потеря ребенка. Но когда родители видят, что мы от ребенка не отходим, я с ними беседую по несколько раз в день. Мама находится в отделении, мы беседуем постоянно. Они ходят, посещают реанимацию. У нас не закрыта реанимация. У нас с самого начала нашей деятельности, когда сейчас издаются новые приказы об открытой реанимации, у нас это очень давно уже. Это вот прям такое счастье. Очень давно. Они ходят, они смотрят, они видят своих деток, они держат их за руку, с ними беседуют. Я – речи врач, заведующий реанимацией. Родители не остаются без внимания ни на минуту. Да, с ними общаются родители других деток, которые уже прооперированы. Они внушают им оптимизм, они держатся одним коллективом, они переписывают в соцсетях. Может быть, вот это им какое-то облегчение. Но самое главное, чтобы они должны понять, что мы сделали все. Мы не боги. К сожалению, всех мы спасти не можем. Ну, видимо, бывает по-разному, да? К сожалению, к сожалению. Сергей Евгеньевич, а вот как быстро восстанавливается пациент после операции? Прежде чем поговорим об этом, давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, берете ли вы пациентов из других регионов на операцию? Мне интересно, как это может быть уже по ОМС или, если другой регион, то не по ОМС? Спасибо. Ну, это зависит от того, мы берем вопрос ваш на операцию или на обследование. Если на обследование, на консультацию, то это по полюсу ОМС, это у нас достаточно свободно. Если мы выполняем оперативные вмешательства, то мы их выполняем только по программе высокотехнологичной медицинской помощи. Она предназначена у нас. Мы не федеральный центр. Только для жителей бесплатно. Самарской области. Пациенты из других регионов, они обращаются за помощью благотворительной фонды. Мы прекрасно работаем с Росфондом, нашим самарским отделением. Они еще никому никогда не отказывали. И детские сердца есть такой фонд. Вот я могу рекомендовать. Точно так же они никогда нам не отказывали, потому что мы на таких вот пациентах, в общем-то, скажем так, не зарабатываем, потому что в других, я знаю, центрах цены гораздо выше. Это и есть наш недостаток. Ну, такая у нас вот пока политика, не знаю, как будет дальше, но пока мы стараемся оказать помощь максимально детям из других регионов, как бы не зарабатывая на них. А вы не знаете, другие регионы дают квоты, например, на операцию у нас? Нет, у нас не федеральный центр. Понимаете, да, когда федеральный центр, там со всей России квоты в любой центр, мы не федеральницы. Ну и отсюда еще вопрос, а есть ли перспективы стать нам федеральницей? Мы просили неоднократно и написали в Москву предыдущему министру и предпредыдущему министру, но пока по каким-то причинам нам отказывает это. Для нас это было бы желательно. Я знаю, что есть областные больницы некоторые, у которых есть квоты федеральные, ну вот, допустим, в Казани, республиканская больница, у них есть квоты на Россию, некоторые наши пациенты на какие-то операции едут в Казань. Здорово было бы, если бы у нас, потому что такие специалисты, такое оборудование, опыт. К сожалению, пока наши усилия не увенчали успехом. Итак, мы начали говорить о том, как быстро восстанавливаются пациенты после операции, что для этого требуется. Дети очень благодарны, контингент. Ведь самое главное, что дети, они же не знают, что они больные. Поэтому они восстанавливаются, как котята в природе. Извините, хорошо ему, лапка не болит, он побежит. Если ему плохо, он будет плакать. И поэтому взрослым, можно сказать, ты должен сидеть два шага и отдохнуть. Ребенку бесполезно. Если он хорошо, он побежит и не догонится. Поэтому они восстанавливаются очень быстро, гораздо быстрее, чем взрослые. Поэтому я мамам после операции говорю, самое главное заповедь – не мешать ребенку, он сам знает, что ему делать. А бежать – и бежать, а под кровать – и под кровать. Да вы что, маму просто сердце разорвется у самой. Ничего, а она уйдет завтра домой, как быть. Понимаете, ведь в западных клиниках таких пациентов на третьи сутки, четвертые выписывают домой. Почему? Потому что там есть семейный врач, который отслеживает. У нас нет такой системы, к сожалению. Поэтому мы их и держим 6-7 дней, 8 дней, для того, чтобы присмотреть и отпустить домой. Но мама уже должна здесь учиться. И мама должна доказать, что она может и перед операцией мы их воспитываем. После операции мама – главный воспитатель. Потому что, к сожалению, педиатр на участке в современных вот таких наших условиях не уследит. Так что мама должна знать все про своего ребенка. Сейчас опять мне, наверное, скажется, что каждый раз по-разному. Но все-таки вот каков прогноз выживаемости прооперированных пациентов? Может он до 100 лет прожить? Опять же смотря какой порог. Если тот порог, который я сказал, входит в 80% радикальности, то они живут достаточно долго. Вот вам пример пациентки в 63 года. У нее был порог, который жить ей не сильно мешал, но она на грядках работала хорошо. Вдруг ей стало плохо работать на грядках. Она пришла и сказала, давайте мне вот эту дырочку зашить. И потом пошла дальше на грядки. Через год пришла, у нее все хорошо. И будет жить дальше сколько угодно. Воспитывать правнуков, я надеюсь. Я не знаю, сколько за это время уже прооперировано пациентов. И не знаю, вот есть ли точная цифра сейчас у вас. Но тем не менее, вы как-то на протяжении какого периода их отслеживаете? И как они под наблюдением? Тоже хороший вопрос. Вот большинство пороков мы через год снимаем с учета. Пишем в карточке. Здоров. В наблюдении кардиолога хирурга не нуждается. Пока стереотипы срабатывают. И бывают случаи, когда пациент прооперировано удачно, здорово, классно. Вот с таким пороком. Он 8 лет находится на инвалидности. Мы это отслеживаем, пытаемся поломать эту ситуацию. Нам удается. Потому что программа реабилитации рассчитана на то, что дети после операций определенных, радикальных, они должны играть в футбол через год, через два. Это нормально. Так что они возвращаются к труду очень быстро. Еще раз подчеркну, очень благодарные пациенты. А это не взрослые. Восстанавливаются гораздо быстрее. У нас есть дети с достаточно тяжелыми пороками оперированными, которые занимаются спортом весьма хорошо, являются чемпионами России в каких-то видах спорта. Международные мастера, ну пусть по шашкам, по шахматам. Но тем не менее, они спортсмены, нагрузки выдерживают. Так что все зависит от порока и от человека. За что больше всего душа болит в вашей области? Ой, за детей болит, чтобы стало меньше пороков. Но, к сожалению, статистика мировая совершенно четко говорит о том, что в течение многих-многих-многих лет 8-10 человек на тысячу детей имеют пороки сердца. И никуда эта статистика не девается. Поэтому хочется, чтобы мы выписывали домой всех деток, которые к нам приходят, чтобы они после каждой операции выписывались домой, и чтобы количество радикальных операций приближалось к 100%. Вот это моя голубая мечта. А вот читала где-то, что медицина стоит уже на пороге того, что будут биологически выращенные части сердца, сосудов, и буквально там лет через 20, может быть, мы будем вытереть, точнее сможете, часть сердца пациенту заменять, и оно будет расти вместе с пациентом. Насколько это все фантастично. Я бы хотел вообще стать безработным, это было великое счастье. Но, и вы знаете, я боюсь вам такие прогнозы давать. Объясню почему. Потому что 10 лет назад, например, мы не оперировали пациентов, которых сейчас мы оперировали на потоке, и я вам уже говорил, что мои молодые хирурги даже не представляют, как мы работали 30 лет назад, а это за 5-10 лет. Такие же огромные, гигантские шаги. Я не знаю, что будет через 10 лет, честное слово. И вот то, о чем вы говорите, это очень реальная вещь. Медицина шагает очень далеко. Конечно, хотелось бы финансирование получше, но фундаментально исследуем. Вот это важная, конечно, проблема. Но, я думаю, всему свое время. Ну, по крайней мере, в сторону медицины сейчас все взоры устремились. Может быть, действительно что-то и... Да, я надеюсь, мы эту гадость преодолеем. Поэтому хочу лишний раз сказать, прививайтесь, уважаемые зрители, прививайтесь. Только так мы сможем победить эту гадость. Прививайтесь. Сергей Евгеньевич, пациенты у вас такие специфические, да? Научили ли они чему-то вас? То есть вы, понятно, в медицине развиваетесь, а вот от них что берете? Оптимизм. Понимаете, безграничный оптимизм. Особенно у некоторых мам и их деток. Я предполагаю, что может с ними случиться, но глядя в их глаза, которые приносят мне фотографии деток своих, которые выписаны радостные, счастливые, и хочется, чтобы у них все было хорошо, и хочется быть таким же оптимистом. Вот это то, чему я в них научился. Оптимизм. Мы сегодня говорили про врожденные поруки сердца. У нас в студии был Сергей Шорохов, врач Сергеевич, сосудистый хирург, заведующий отделением детской кардиохирургии Самарского областного кардиологического диспансера. И мы расстаемся на пожелание, как обычно, конечно же, здоровья всем нашим зрителям. И увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин